Существенные изменения внесены в Трудовой кодекс. Можилис и Сенат совместно разработали законопроект об удаленной работе. Хотя Нижняя палата одобрила документ, Министерству труда и социальной защиты было поручено утвердить некоторые аспекты документа. С появлением информационных технологий количество работающих в офисах уменьшилось. Эта тенденция стала особенно распространенной во время пандемии. 70% сотрудников страны перешли на работу удаленно. Но подготовка была слабая. Часто были случаи, которые не подпадали под действие закона. Важнейший из них – обеспечение средствами связи. Необходимость обеспечения работника средствами связи и возмещения затрат при введении чрезвычайного положения, объявление ограничительных мер, включая временную удаленную работу в период карантина, определяется актом работодателя. А если работник использует свой инструмент, он получает компенсацию от работодателя. Его размер и условия оплаты утверждаются по взаимной договоренности. Также занимается дополнительная плата, если вы работаете удаленно в выходные или праздничные дни. Это следует учитывать в трудовом договоре. Кроме того, соглашение о конфиденциальности информации заключено с представителями правительства, вооруженных сил и правоохранителей.